Так, Александр, профессор С.В. Савельев крайне негативно высказывается о многих биологических моментах, например, о клонировании стволовых клеток. Есть ли какие-то основания в его высказываниях? Ну, профессор Савельев, он в некоторых вопросах, мягко говоря, говорит ерунду. Есть несколько примеров, на которых это очень легко продемонстрировать. У меня, кстати, есть кому-то интересно подробнее. У меня на форуме «Ученые против мифов» была лекция, которая называлась «Мифы о клонировании», и там большинство мифов я брал как раз у профессора Савельева. В частности, он говорил, что труп овечки доли сожгли, чтобы никто не мог его проанализировать. На самом деле есть музеи, где можно пойти с чучелом ознакомиться. Это говорилось о том, что клонирование невозможно как раз из-за предела Хейфлика. Предел Хейфлика – это ограничение на количество делений, которые есть у клеток. Оно действительно существует при отсутствии теломеральной активности. То есть, на счет укорачивания теломер есть ограничение количества делений у клеток. Ну, около 50-40-60 делений в зависимости от типа клетки. Но при клонировании, когда ядро помещают в яйцеклетку, среда в яйцеклетке так влияет на работу генов, что происходит активация, в том числе, теломеразы, и теломеры достраиваются. И когда смотрели, не только овечи клонировали, клонировали потом еще и коров, и мышей, и в подавляющем большинстве исследований, где это смотрели, там, мета-анализ, если взять какой-нибудь, где сравнивали длину теломер у клона и у оригинала, то она была примерно одинаковая. То есть, это не является, предел Хейфлика не является препятствием для клонирования. Еще у профессора Савельева были претензии к проекту геном человека. Он почему-то считает его каким-то бесполезным, бессмысленным. И в частности, по-моему, это у него была идея. Простите меня, профессор Савельев, если я вас искользил, но, по-моему, у него была идея, что, типа, поэтому мы ничего там не узнали, и поэтому никакой пользы от этого нет. Но вот есть генная терапия, которая, в общем-то, возможна благодаря знаниям о тех генах, которые есть у человека, и за что они отвечают. Вот. И генные терапии работают. Яркий пример того, что генетика имеет прикладную пользу. Ну, в общем, это основные вещи, которые меня зацепили у профессора Савельева, но на самом деле это не единственное. И у других биологов к нему другие вопросы возникают. Можно поискать в интернете критику.